Здравствуйте! Сейчас я коротко и ясно расскажу о том, что такое чистые функции в языке Wolfram Language и их типовом применении. Я думаю, что все знакомы с обычным определением функций. Чистая же функция, она не присвоена какому-то символу. И выглядит она следующим образом. Это всегда слот, это, собственно, переменные функции, и заканчивается она конструкцией в виде ent. Вот такого рода конструкция называется чистой функцией. Ее можно переписать в виде, скажем, function от, соответственно, слот квадрата. Это функция, которую возводят в квадрат. Вы также можете здесь указывать локально имя переменной, которая используется в чистой функции. Естественно, эту функцию вы можете применять как обычную. И здесь как раз появляется самое потрясающее в этой функции. Собственно, чистая функция содержит свое определение в головной части, собственно, функции. То есть, как видите, вы напрямую обращаетесь к, например, символу 4, и функция возводит в квадрат этот символ. Естественно, в таком виде вы можете точно так же обратиться к, собственно, символу 4 и возвести его в квадрат. И есть, безусловно, короткий способ применения в виде знака собачки. Такого рода конструкция позволяет применить, собственно, чистую функцию к конкретному символу. Здесь может быть что угодно. В качестве чистой функции может выступать любая конструкция, любое выражение. Оно может быть сколь угодно длинным. И на основе чистых функций часто, собственно, строятся всевозможные конструкции, которые дальше можно использовать. Скажем, есть у вас функция Select, которая работает с чистыми функциями, позволяет с помощью них выделять объекты из списков, которые вам нужны. Скажем, у нас чистая функция будет проверять, что, допустим, квадрат числа больше 45. И после того, как вы примените эту функцию, вы получите соответствующий подсписок. Естественно, вот эту чистую функцию можно применить к этому списку, ко всему, с помощью еще одной короткой нотации, а именно Slash и, соответственно, опять собачка. Это позволяет к спискам применять функции, в том числе чистые функции. Как видите, результат применения здесь, собственно, представляет собой значение False и True. И на основе этих значений строится тот список, который получился выше. На этом спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, жмите лайки. Ну и, естественно, наоборот. В общем, всегда рад вам. Подписывайтесь на сообщество ВКонтакте и будьте... Знайте о последних новостях. Спасибо за внимание. Спасибо.